Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, я верю в то, что сколько Церков будет еще на этой земле, сколько Церков будет совершать Святыню Господню, исполнять заповедь Его, преломлять хлеб, принимать вино. Церковь будет вновь и вновь рассуждать, провозглашать, проповедовать о великом Божьем искуплении. Будут петься старые гимны, будут писаться вдохновленные Духом Божьим новые гимны, стихотворения, проповедники, потому что тема Божьего искупления, братья и сестры, нету конца. Вместе с пророком Исаием в 51 главе он советует нам в первом стихе, чтобы мы посмотрели из рва, которые мы были извлечены, из скалы, которые мы были истечены. Он говорит, посмотрите. Пророк Исаи за 700 лет говорил, сегодня 2020 год, и мы продолжаем удивляться Божьей милости, Божьей благодати и Божьему плану спасения. Вместе с апостолом Павлом, глядя на этот план Божьего спасения, совершенный, мы будем восклицать о бездна богатства и премудрости, и ведения Божьи, как непостижимы судьбы или суды Его, потому что это Божья благодать, это Божья любовь, и она не имеет в себе никакого конца. Я верю, когда мы будем вечности, избавлены от нашей греховного тела, от нашей склонности грешить природы греховной, братья и сестры, и тогда мы будем продолжать познавать Бога и Божью любовь, потому что она безгранична, потому что она вечно и непостижима даже для спасенных людей вечности. Вы знаете, мне очень нравится одна иллюстрация в книге «Откровения». В 19 главе показывает состояние церкви спасенных людей, которые находятся уже на небе. Уже суды Божьи закончились, великая скорбь, все, что с этим связано. И вот церковь, она представлена как невеста, как жена. Мы читаем 7-8 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак ангца, и жена его приготовила себя». Всякий раз, когда мы приходим на день бракосочетания, на кого мы обращаем внимание в первую очередь? На невесту и на ее наряд. Не правда ли? Этому придается большое внимание. Невесты не хотят быть красивыми. Они думают об этом, продумывают, ищут, чтобы наряд ей был прекрасен. Братья и сестры, Бог тоже позаботился, чтобы у невесты Христа, у жены ангца был прекрасный наряд. Братья, откройте 8 стих. «И дано было ей облечься в наряд. Весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Братья и сестры, от этого отрывочка мы видим, обращают внимание не настолько на сам как бы наряд. Весон – это нежнейшее, драгоценное ткань. Чаще это белого цвета, она использовалась очень часто, мы встречаем в Ветхом Завете. Но обращают на качество, на содержание этого, на звание этого наряда. Весон же есть праведность святых. Вот об этом состоянии, братья и сестры, будет тема нашего рассуждения. И для этого я предлагаю вам открыть текст Священного Писания снова Евангелие от Матфея, 5 глава. Андрей говорил где-то 17-18 стих. Я предлагаю вам 20 стих. 20 стих 5 главы Евангелия от Матфея. «Слова Господа Иисуса Христа, ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не воете Царства Небесного». Братья и сестры, слова, которые Иисус Христос произнес в своей Нагорной проповеди, я считаю, заслуживает особого внимания. Согласитесь, это серьезное заявление, серьезное предупреждение, очень строгое, я бы сказал, шокирующее. Оно разрушает даже самые наши представления о спасении по благодати, о котором мы привыкли проповедовать. Господи, что ты имеешь в виду? Я могу не войти в Царствие Божие? Он говорит, да. Чтобы в Царство Божие войти, Христос ставит одно условие, говорит, если праведность учеников, которые слушали Его, не превзойдет, то есть не окажется выше, превосходнее, значительно праведности книжников и фарисеев. Братья и сестры, может, мы что-то неправильно поняли Христа? Давайте внимательно посмотрим, какую мне нужна праведность, братья и сестры, для того, чтобы я мог рассчитывать войти в Царство Божие. Согласитесь, когда речь идет о Царстве Божием, это речь идет не о каких-то маловажных вопросах, которые мы порой спорим здесь, на этой земле. Речь идет о моем и вашем спасении. Для того, чтобы я пришел в Вечность, и двери Царствия Божия были открыты для вас и для меня. Это очень важно, правда, позаботиться здесь, на этой земле. Иисус Христос обращает внимание своих учеников на две группы людей, которые жили в то время. Эти две группы людей называют книжников, книжники и фарисеи. Давайте кратенько рассмотрим этих людей, их служение, их ценности, их приоритеты, их праведность, с которой Христос говорит, вы не войдете. Недостаточно. Святого, праведного Бога это не устраивает. Братья и сестры, вы скажете, актуально ли сегодня? Очень актуально сегодня. Книжники, группа людей-книжники, посвятили себя тому, чтобы переписывать, изучать и объяснять закон Моисеев. Представляете, человек посвятил всю свою жизнь для того, чтобы то, что Господь дал народу израильскому, это нужно было вникать, изучать, переписывать, учить других людей. Кстати, Ездра был ветхозаветный книжник, только другого духа. Они проводили все время, которое они посвятили своей жизни исследованиям закона. Но что-то в жизни этих людей, братья и сестры, произошло. Что-то пошло не так. Имея неограниченный доступ к Священному Писанию, они увлеклись внешней стороной, формой этого закона. Они не поняли дух, состояние, сердце Бога, для чего Бог дал закон народу израильскому. Группа фарисеев буквально означает отделенный. Эти люди отделили себя от общества. И отделили себя настолько, что не стали даже чуждаться этих людей. Для людей, которые были вокруг, для них это было что-то, знаете, мерзко, противно и даже грешно, греховно стоять, находиться в присутствии этих людей. Проведем очень коротенький пример. Евангелие от Матфея, 9 глава, говорится о том, что Иисуса Христа пригласил мытарь, Матфей пригласил к себе в дом. Обратите внимание, 10 стих, «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлеглись с ним и учениками его». Представьте себе картину, братья и сестры, наш Господь Иисус, святой и праведный Бог, приходит в дом этого человека недостойного. И люди услышали, и люди пришли, и пришли кто? Ни званные, ни лучшие, ни в чистых одеждах, грешники, мытари, пришли и не просто где-то находились, а знаете, как на Востоке люди общаются, возлегли с Господом. Конечно, это не стало незаметным для группы фарисеев. Обратите внимание, в 11 стихе Матфей говорит, что они не были там, видимо, они дождались, дождались, и увидев то, фарисеи сказали, ученикам задают вопрос, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Для них это было непостижимо, они были отделенные, они были святые люди. Просестры, не происходит ли это в нашей жизни? Не чуждаемся мы этих грешных людей, которые сегодня погрязают в грехах, ищут света, ищут ответа на вопросы. Мы же святые. Фарисеи разработали устав, который содержал различные требования по выполнению закона, братья и сестры, но этот устав, обратите внимание, был намного строже, чем закон Моисеев. Кто-то сказал такую фразу, и сегодня есть люди, которые хотят быть строже, чем сам Бог. Вот к таким людям относились эти люди, фарисеи. Обратите внимание, некоторые моменты, примеры. Ветхий Завет требовал от верующего иудея, чтобы он соблюдал пост. Братья и сестры, сколько иудей должен был соблюдать пост? Сколько дней в году? Скажите, пожалуйста, по Ветхому Завету. Раз в год, раз в год. А им показалось этого недостаточно. Что такое раз в год в пост? Нужно быть, ну как-то угождать Богу, стремиться к святости, хорошее желание. Они составили закон, чтобы дважды в неделю нужно это делать. Мы вернемся потом к их личному исполнению, пониманию этого вопроса. Закон предписывал, чтобы Богу жертвовали десятую часть от всего, что Господь дает. Правда? Господь благословяет дело рук. И Господь давайте десятую часть. им тоже показалось это мало. Они стали требовать обратить внимание от людей, от всего десятую часть, даже самого мелочи, даже от травы. Христос говорит, вы требуете десятину от мяты, аниса и тмина. фарисеи разработали очень сложную систему правил, инструкций, требований повседневной жизни, которые ничего общего, я подчеркиваю, ничего общего не имело с требованием святого и праведного Бога, который дал своему народу израильскому. Вдумайтесь, более семьсот правил, инструкций, требований, которые ничего не имеют общего к священным писаниям, было придумано и принесено практическую жизнь народа израильского, чтобы сделать ее сложной и обременительной. Евангелие Марк, седьмая глава, седьмой и девятый стих о Господе сказано, обратите внимание, пришел Бог на эту землю во плоти, праведный Бог, и Он говорит такие слова, но тщетно чтут меня учениям, заповедям человеческим, ибо вы оставив заповедь Божия, обратите внимание, говорит, вы оставили заповедь Божию, держитесь предания человеческого, оновение кружек, чаш, делайте многое другое, всему подобное. Девятый стих и сказал им, хорошо ли вы, что оставляете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание. Вопрос, хорошо, он к ним говорит, хорошо ли вы делаете, что отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание. Эти люди настолько погрязли в собственной самой праведности, что они даже не замечали уже за собой, братья и сестры, в каком они находятся в состоянии. Давайте вспомним кратко молитву. Два человека вошли в храм помолиться, и один из них был мытарь, а второй был кто? Фарисей. Он даже не замечал за свои молитвы, он молится, Боже, я так благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как вот этот мытарь, который стоит. Какая молитва, братья и сестры, дальше он говорит о своих достоинствах, что он и постится, и дает, и какой он хороший. Братья и сестры, когда мы читаем 23 главу Евангелия Матфея, почитайте ее дома сегодня. Она меня поражает, я нигде не нахожу, братья и сестры, гнев Господа Иисуса Христа. Когда он встречался с этими людьми, которые превратили многое, то, что Бог дал для человека. Даже коснуться субботы, помните, Христос задает вопрос, человек для субботы, или суббота, день покоя для человека. И когда Христос заселял в субботу, реакция этих людей была, помните, какая? И Христос написано, воскорбел в сердце своем об ожесточении сердец этих людей. мы читаем, братья и сестры, 23 глава, она наполнена гневом Христа. Горе вам! Горе вам! Горе вам! Восемь раз я прочитал, братья и сестры, горе вам! Лукаш 16 глава 15 стих, Христос говорит, вы показываете себя праведными предлюдями, обратите внимание. Мы сейчас говорим, почему праведность книжников и фарисеев недостаточно. Потому что, говорит, вы показываете праведность пред людьми, но Бог знает сердце ваше, ибо то, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Разрушающие слова, братья и сестры, если кто-то думает полагаться на эту праведность, внешнюю, показную, свою праведность, основанную на заслугах, делах своих, братья и сестры, никогда двери вечности не будут открыты для такого человека. Слова Господа Иисуса Христа. Христос объявляет этих людей, обвиняет этих людей по нескольким причинам. Первое, их религия, их служение было совершенно формальной, имело только внешнее проявление. Поклонение Богу, братья и сестры, то, что составляет основу жизни всякого человека, верующего, даже в то время ветхозаветнего, ветхозаветнего, превратилась формальность. Оно не затрагивало сердце, оно не касалось внутренности, не было этого трепета, благоговения. Обратите внимание, молитва, то, что самое сокровенное, то, что уделяет внимание Бог. Когда ты молишься, зайди в комнату, задвори тверь, скажи Богу, там тайное, сокровенное, выплачись, рыдай, сокрушайся, благодари слав Господа, когда ты один на один. Что делали эти люди? Они были в храме, становились в первый ряд, братья и сестры, для чего? Чтобы их люди видели, как они молятся. Но еще страшнее, на углах и на перекрестках улиц люди останавливались и эти молились. Я хочу сказать, что в людей того времени они обладали авторитетом, они боялись их, они понимали, это особые какие-то святые люди. Они не только обладали вот таким религиозностью в храме, молитвах, у них внешний вид был особый. Обратите внимание, в Ферсии выделялись своим внешним видом 23 глава Евангелия от Матфея 5 стих. Христос говорит так, все же делают, все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Каким образом можно обратить внимание свою религиозность? Ну вот где найти такой костюм для того, чтобы как-то увидели, что я особо святой человек, подскажите мне. Один брат, кстати, проповедовал, говоря о внешности, говорит, вот нужно поехать в такой-то магазин, там особая обувь продается. Обратите внимание, какая у них была одежда. Христос говорит, расширяет хранилища свои и увеличивает воскрылие одежд своих. Не совсем понятный текст Писания. Обратите внимание, хранилища. Хочу, давайте вернемся в Таразаконии, 11 глава, 18 стих. Вдумайтесь только в содержание слова Бога, обращенные к народу израильскому. Итак, 11 глава, 18 стих, книга, второзакония. Итак, положите эти слова мои в сердце ваше, в душу вашу, навяжите их в знак на руку свою и добудут они повязкой над глазами вашими. Вдумайтесь, братья и сестры, Бог обращает, говорит, положите вот слова мои, куда? Вот в сердце. И когда идете дорогой, размышляйте об этих словах в душе вашей. Фарисеи стали размышлять, каким образом это нужно сделать. И они продумали следующее. Сделали такие коробочки, сделанные из кожи. И в эти коробочки они писали слова Писания. Но для того, чтобы это было и на руку, и на повязку над глазами, они на руку эти коробочки привязывали, либо, простите, на голову, на лоб себе вот приделывали. Чем больше коробочка, тем святее человек. Немножко, правда, иронично, но горько. И печально. Воскрилья, братья и сестры, Христос Господь сказал в Ветхом Завете, чтобы сделали кисточки по краю одежды, на краю одежды, чтобы они постоянно напоминали о заповедях Господних. Они делали широкие такие, побольше, чтобы это было видно. 23 глава от Матфея, братья и сестры, особая глава исполнена гнева праведного Бога, который пришел на эту землю и который столкнулся, что в храме его, там, где должно быть благухание, где должно быть служение, он превратился в вертеп разбойников. Он встретил группу людей, которым дано было, все дано, для того, чтобы учить, показывать пример, жить святой жизнью. но не послужили. Христос говорит, вы оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Поэтому называют их лицемеры, обратите внимание, не просто горе вам, он называет лицемеры. 23 глава 3 стих. Ибо они говорят, обратите внимание, трагедия, в чем заключается, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть. Парадокс. В чем лицемерие заключается, братья-сестры? Призываем, братья-сестры, нужно ходить в собрания, сам не хожу. Читать нужно Библию, не читаю. Жертвовать не жертвуем. Сами перстом не хотят двинуть. Возлагают на людей бремена неудомосимые, а сами не хотят абсолютно ничего делать. Вот в чем трагедия заключалась этих людей. 23 глава 13 стих. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком. Представляете, какая серьезная предупреждение? Затворяете Царство Божие людям, а сами, ибо сами не входите и ходящих войти не допускаете. предупреждение. эту праведность, как нужно превзойти его для того, чтобы двери Царства Божьего были открыты для меня. Что такое праведность? Быть праведным пред Богом значит занимать правильное положение пред святым и праведным Богом. мы понимаем, что люди грешные. Как мы можем явиться, что Бог принял? Правда. Он святой, между нами пропасть. Этот вопрос волновал всех, братья и сестры. Он волновал и праведного Иова, который Господь особо отметил его ревность, его веру. Праведный Иов, который прошел этот путь особо, он задает вопрос, 9 глава, 2 стих, как оправдается человек пред Богом? Вопрос. Как оправдается человек пред Богом, что он должен принести? И затем он дальше описывает этого Бога, великого, святого, праведного, непостижимого. Этот вопрос беспокоит, братья и сестры, стоит в основе всех религий. Все люди, которые надеются, хотят быть в Царстве Божьей, по-своему называют, они ищут этот вопрос. Кто-то говорит, нужно Богу особо, может быть, жертвовать много денег, кто-то тело свое дать на сожжение, кто-то поехать в Мекку раз в год, кто-то нужно совершать молитву несколько раз в день, и многое-многое. Кто-то говорит, нужно оставить все в монастыре спрятаться, чтобы там жизнь проводить. Этот вопрос Иева говорит, как оправдывается человек пред Богом? В 16 веке немецкий монах Мартин Лютер, сидя в своей келье в Виттенсбурге, размышлял над абсолютной праведностью Бога и над абсолютной греховностью Его личной. Этот человек отличался особым исполнением буквально расписания, которое было в монастыре, молитв. Он приходил на исповедание, исповедовался в самых мелочах, он рассказывал своему послушнику все, что он делал, и он жил в абсолютном страхе. Он боялся Бога. Он не понимал, каким образом он может предстать пред Богом, что необходимо сделать ему. Рассказывая свое переживание, которое преобразило его жизнь, он позже писал, это выражение «праведность Божия была как удар молнии в моем сердце», потому что всякий раз он понимал, что он грешник. Его мысли, его мотивы, его чувства обнаруживали его каждый день. Он пишет «Я ненавидел Павла, когда читал, что праведность Божия открывается в Евангелии, а я этого не понимал, потому что закрыто было». Братья и сестры, но Бог видел сердце этого человека, который жаждал, который искал праведности от Бога. И он пишет «Пока я не начал читать послания римлянам, и как свет с неба, как солнце просветило мое сердце, проникли слова «Праведный верою жив будет». Лютер открыл, и он понял, что милость Божия составляет Божью праведность, братья и сестры. Андрей сегодня об этом говорил. Не исполнение закона, не наши заслуги, не наши добрые дела, не наши посвященные служения. Милость Божья составляет основу Божьей праведности. И посредством веры в Его милость Он делает меня праведным. Лютер говорит, «Я возродился, я был спасенный, и Царствие Божие стали для меня открыты». Это учение оправдания, братья и сестры, наиболее ярко, глубоко, прекрасно изложил апостол Павел, который сам прошел этот путь. Это очень важно понимать нам, верующим, братья и сестры. Как получить праведность? Послание Римлян, 3 глава, 22 стих, 25. «Правда Божия через веру в Иисуса Христа». Правда, правильно читать, праведность Божия. Вот праведность Божия, братья и сестры, только через веру и в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, ибо все согрешили и лишены славы Божией, братья и сестры. Это условие, как получить праведность. Кто-то сидит сегодня, томится в сердце своем, понимая, как лютер, моя жизнь греховная, я не спасенный, я согрешаю, каким образом я могу предстать пред Богом, как Ио говорит, как оправдаться верою в Иисуса Христа, получая, обратите, оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Итак, праведность грешный человек получает только по вере во Христа. Второе, получает даром, мы прочитали, независимо не от дел, даром. Третье, получает мгновенно. Разбойник висит на Голговском, на кресте со Христом. Дух Святой трудится над его сердцем. И он говорит, помяни меня, Господи, когда войдешь ты в Царство Божие, не понимает, ни послания римлянам не знает, не было написано, не понимает ничего, но Божья благодать, Божья любовь работает в сердце этого человека. И все, что он хочет, Господи, вспомни обо мне там, когда придешь ныне, сейчас будешь со Мною в раю. Это благодать, это Божья праведность. Четвертое, праведность, которую получает грешник сравнимо с лучшей одеждой. Обратите внимание, мы сегодня читали в Откровении, дано было ей облечься церкви. Праведность была дана. Отец говорит сыну, тот, который пришел с полей оборванный, грязный, принесите, братья и сестры, что? Лучшую одежду. Принесите лучшую, которая есть. Книга Откровения, 7 глава, 13 стих. Все облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли, помните, стояли, мы теми тысячи, тысяч. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью ангса. У них есть белая одежда праведности, и они могут стоять пред святым, праведным Богом. Итак, подведем меток. Оправдание может быть определенно, как действие Божие, которым он вменяет уверовавшему грешнику полную и совершенную праведность самого Христа, братья и сестры, ни ниже, ни Петра, ни другого апостола. Праведность Христа, прощая грешнику всю его неправедность, и провозглашает его абсолютно святым и праведным в его собственных глазах. Мы можем постигнуть эту величайшую благость, можем постигнуть эти белые одежды, можем постигнуть ли это чудо, которое делает Бог в жизни грешника, дорогой друг, который не спасенный, который будет слушать или слушает Господня, который сегодня томится в грехах. Бог сегодня может объявить себя праведным, с праведностью самого Христа в своих глазах. Вы скажете, а где то, что было уничтожено с законом дел? Нет, Павел говорит, с законом веры. Потрясающие слова послания к римлянам, третья глава. Смотрите, как апостол Павел пишет эти слова, получая 24 стих третьей главы, получая оправдания даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которым Бог предложил в жертву милостивления, в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Вот оно, Евангелие, братья и сестры, вот оно, истинное спасение, вот эта праведность, которая дает не вам и мне право. Когда придет время перехода, мы придем к вратам образно говоря вечности, двери будут открыты. И Господь скажет, войдите благословенные. Оправдание это мгновенная перемена, положение человека пред Богом, а не постепенный какой-то процесс. Короткая мысль для рассуждения. Не нужно путать оправдание с освящением. Освящение это процесс, который Бог совершает в жизни оправданных людей, отделяет от мира и начинает трудиться над его жизнью. Кого Бог оправдывает, того он и освящает и будет трудиться святой, да освящается еще, а праведный да творит свою правду еще. Ибо кого он предузнал, тем он и предопределил быть подобными образу Сына Своего. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Дорогая церковь, братья и сестры, прийти, когда будем совершать святыню Господню, брать в руки кусочек хлеба, принимать глоток вина. Помните, что мы имеем самый величайший дар – праведность Господа Иисуса Христа, который не отнимется у нас. Да, мы будем спотыкаться, мы будем падать, будем согрешать, а Дух Святой вновь и вновь будет вести нас, вновь указывает на прощение грехов, вновь будет указывать на кровь Иисуса Христа, в которой мы будем и нуждаться вновь и вновь. И когда прием вечность, все, что будет красота церкви, братья и сестры, заключаться, не в ее делах, не в ее заслугах, а в ее одежде, весон же есть, белый чистый, праведность святых. Аминь. Давайте помолимся. Спасибо.